всем привет с наступившим новым годом от всех и сегодня 1 января я начну свой блог вернее этот год я начну я решила с рецепта с рецепта который очень хорошо подойдет на двогодний стол наверное уже поздновато сейчас но предстоит православное рождество и это блюдо прекрасно подойдет к рождественскому столу моя сестра нашла рецепты она это делала на новый год а у меня было запланировано сделать баранью ногу все равно на первое число вот и она мне прислала этот рецепт она сделала без чеснока но я буду следовать рецепту единственное что я скажу я здесь уже намешалась ли сам серии ингредиенты расскажу и я их поставлю как я вот готовлю в описании значит баранья нога но вот этот размер здесь сколько здесь наверное где-то кило 300 может быть кило двести я нарезаю теперь вообще вообще мясо вот после вот этих курочек в соусе который вам показывала неделю назад я стала делать вообще побольше и почаще мясо вот нарезать даже стейки стейки если вот обвалять муке например вот так вот нарезать слегка обвалять муке соль перец и жарить чем просто стейки получается тоже очень очень вкусные нежные не получается значит берем баранью ногу для соуса ее нужно будет нам замариновать для соуса мы берем три столовые ложки горчицы у меня у кого какая горчица есть сестра использовала дижонскую у меня вот наша сок написано 1 1 чайная ложка лимонного сока я или двери подожди но я напишу все я выжила в общем вот свежий свежую половинку лимона также мед мед а даме чайные 2 чайные ложки лимонного сока и чайная ложка меда но я сделала побольше меда потому что когда этот маринад попробовала он мне показался немножечко вот что-то там не хватает вот именно немножко сладости я попал побольше добавила меда у меня получилось примерно ну наверно две чайные ложки и значит сюда нужно добавить чеснок написано две дольки чеснока я взяла одну они у меня крупные вот и особо сильно у нас ричард чеснок не любит но здесь он нужен для маринада и я думаю что он не любит свежие а когда вот готовишь что-то с чесноком то в общем то неплохо вот и вот это все перемешивается значит три столовые ложки горчицы две зубки два зубчика чеснока потертого две столовые две чайные ложки лимонного сока или из концентрата можно или свежевыжатый у меня получилось примерно пол лимона дает две чайные ложки и две чайные ложки меда этот маринад мы перемешиваем вот чеснок туда тоже все ну как интересно получается чесноком кстати очень даже так мясо я нарезала еще маринад нужно положить розмарин и как живо тайм розмарин тайм тайм у меня не растет пока а розмарин растет свой такой елочкой давно уже много лет и всегда всегда я беру свежий я его сейчас покрошу ножом и добавлю в маринад я понимаю что свежий розмарин может быть не всегда доступен наверное можно сухой как знаете специи продают же сухие листья измельченные вот и потом мы это все эту всю красоту а забыла я поперчить значит нужно посолить очень немножечко по вкусу лучше посолить потом блюда чем и свежемолотый перец он всегда более ароматный соль перец и начинаем натирать это дело и я думаю когда вот так вот разрезано мясо но и когда она готовится оно красивее будет выглядеть тоже ну вот натирается это все и маринуется юля вот моя сестра она делала почти сутки она это приготовила все заранее 30 числа 31 запекала а я сегодня у нас вечером ужин сейчас время десять утра и я думаю что в общем то написано можно от трех часов от трех до суток трех часов у меня будет наверное часов пять да вот так часов пять помаринуется значит это все нужно будет убрать в мешок пакет целлофан завернуть пленку а я же забыла растительное масло девочки растительное масло тоже я добавлю в маринад идет одна столовая ложка растительного масла а две столовые ложки вам понадобится чтобы смазать противень вот вот так сейчас я это все уберу в пакет вот я ее убрала в двойной пакет здесь здесь такой плотный плотно чтобы все это облегало и вот второй такой пакет чтобы то что я там навозила это все ничего не протекал и убираем в холодильник или если вам повезло у вас на улице такая же температура как в холодильнике как у нас сегодня плюс пять и можно на улицу я уберу на улицу потому что холодильник забит в общем оставляем на всю продолжительность на сколько вы оставляете или на сутки или там на три часа на пять на восемь как хотите в общем у меня получится наверно часа четыре вот мы посмотрим что получится потом я вам готовый рецепт готовые блюда покажу конечно вот запеченная барайна вы знаете мы ее передержали мы ее передержали но на вкус там вот ричард сказал что отрезал маленький кусочек где-то где он отрезал я не знаю вот сказал что очень вкусная но передержала я ее готовила три часа с лишним надо наверное поменьше но в общем вы знаете вкус обалденный очень нежная получилась да немножечко она нас передержана но мы ее готовили с трех трех часов 20 минут на высоком огне 200 потом закрыть фольгой и на очень медленном где-то сначала 160 потом где-то еще через 15 минут я ее на 140 и надо было готовить на 2 с половиной часа чтобы она все таки розоватая была но очень мягкая очень очень мягкая вкусная так что вот так вот вам еще один рецепт конечный результат спасибо 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 겠습니다 спасибо спасибо Продолжение следует...